здравствуйте дорогие друзья у вас не двоится в глазах тут на самом деле две пилы сделал сперва одну потом с разбегу сделал вторую в общем решил довести это дело до совершенства что я тут подразумеваю размер пила должна быть максимальный пил должен быть 40 считаю этот пил оптимальным но это справедливо значит имеет смысл при условии есть туда становится пилорамная лента она у меня туда становится эти первое требование у меня было пилом чтобы становилась пилорамная лента тогда пила превращается просто-напросто в стоячую пилораму и является источником халявной древесины древесины вокруг полно просто-напросто как говорится откуда дровишки да они не из лесу они из города в городе пилецом ароматное количество древесины а в лесу вам будет хандехо и аус вальс а в любом городе даже не очень большом древесины пилец очень много да не абы какой это тебе и клен и ясень там и и фруктовые деревья в общем еду по городу да еще началось ребята перед клен такой огромный клен два обхвата русские не американский это за сволочь которая знаете порость заполоняет ребят куда вы этот клен выше пятиэтажный дома клен дыр может съездить папа пить нам чуть купишь и выбирать но я давно это дело практикую но без такой вот пилы конечно пилить бензопилой на заготовке это непродуктивно значит демонстрирую что такое что такое ленточная пила вооруженная пилорамной ленты вот у меня пей я мои 38 его диамет сейчас я поближе сделаю а то где уже далеко вернуть так а Дорогие друзья, вот пень на 40, считаю, что 38, и как моя пила с этим справилась, видно там что-нибудь, все видно, да? А вы заметили, как я быстро останавливаю, это потому, что у меня пила снабжена педалью моментального тормоза, вот эта вещь совершенно необходимая для пилы, такого рода, потому что вы распилили, а как выключать, вы держите две половинки, поняла, такая гэгла, но это правда была липа, она уж не такая тяжелая, а если потяжелее будет раз в два, пилит она, у меня просто нету сейчас твердолистины, ничего такого распилить, чтобы вам показать. Ну, уверяю вас, она и дюбовая, а дуба напилить вообще как конфетку, поскольку это биметаллическая лента, башка, по-моему, она называется, не знаю как правильно, там рыбка такая нарисована, вот, и еще у меня есть кайман, обе замечательные, пилорамные ленты высочайшего качества. Значит, друзья, ну, что надо для того, чтобы становилась пилорамная лента? Должен быть шкив диаметром где-то не меньше, чем 40, у меня 45, ну, 45 и должен быть. И самое главное, что я нашел ремешок для такого шкива, я нашел фирменный ремень, резинокордовый, поликлиновый, генераторный ремень от сейлки, его длина окружности 1398, то есть метр сорок на минус два миллиметра. Прекрасная вещь, просто вопрос решен, а то ведь он висел в воздухе, я смотрю пацаны там на ютубе, кто во что гораст, там герметиком мажут, велосипедные камеры клеят, ну, это такой замечательный ремень, в общем, такой, как на автомобиле, да, плоский в смысле ремешок, не кленовой, а поликлиновый, многоручайковый, только на сейлке он как раз 4 сантиметра. Вот, пожалуйста, вам фирменный ремешок и пилорамная лента, и педаль моментального тормоза. Еще одно, дорогие друзья, это у меня есть вот такая вот, так, сейчас мне по очереди, значит, я буду, у меня еще есть заточное устройство без съема пильной ленты со станка, но это, это вообще прекрасная штука, я вам скажу, вот она она. Оп, сейчас я. Вот на куске фанерки струбцинка прихвачена к станку. Болгарочка кротон, внедренная в профильную трубу на 80, вот эта труба на оси, и вот таким вот образом, чик-чик-чик-чик-чик-чик, она ходит, да, там у меня будет отдельное видео позже. Болгарочка 1100 ватт, Единственное к ней требование, чтобы регулировались обороты, поскольку не надо на всю, надо на минимальных оборотах почти что, или вообще на минимальных, чтобы она помягче работала. Вот это, посредством вот этой фанерки настраивается, отпускается вот так, глубина пила, вот этим щупом, вот этот щуп, щуп представляет из себя такую шайбу, внутри которой нарезана резьба, зараза, одной рукой, не могу расконтрогать. Вот, вот эту галочку отпускаешь, и ты настраиваешь, он крутится вверх-вниз, и этим ты настраиваешь, сколько, значит, круг снимет с рабочей части зуба. А вот этим вот золотым видником ты настраиваешь, насколько он войдет в тело. В общем, прислонил вот так, и сюда вот, раз-раз-раз-раз-раз-раз, настроил, эту законтрил, и эту законтрил. И вот такое, значит, замечательное устройство. Помимо этого у меня, это значит, что я, чем я похвастался? Это, значит, я похвастался пилорамной лентой, да? Пилорамной лентой, ремнем хорошим, педалью моментального тормоза, и заточным устройством без съема ленты со станка. Теперь у меня осталась еще одна штуковина, друзья, не менее, так сказать, замечательная и важная. Снимаем, снимаем заточное устройство. А, собственно, нет, еще расскажу насчет заточного устройства. Почему я с ним заморочился? Да потому что ленточные пилы, вот эти для выпиливания узенькие, они не точатся. Ну, в смысле, там так говорят, на сервисе они, мол, не точатся. Ну, а что не точатся? Конечно, не точатся, тем более, что они снова тупые. Ну, просто им неохота с ними связываться, поскольку они точат там пилорамные ленты. Пилорамные-то можно без проблем туда на сервис, на фирменном оборудовании их поточат. А на эти, они говорят, не точатся, им неохота с ними связываться, поскольку там совершенно другой шаг, зубы мелкие, совершенно другая ширина, перестраивать станок, пилорамщиков много, а такой чудодей раз в год приедет, поточим ленту. Они говорят, нет, они одноразовые. Но точить их нужно, поскольку они даже снова не точеные. Их оштамповали в рулоны и на продажу. А когда их штампуют, да, вот просечка сик, этот зуб, да, традачно рубит, пуансон. Куда он входит, он этот зуб правый тупит, ну, по разводке правый. А куда он выходит, там получается острый такой облой. И эти пилы, у них левый зуб острее правого всегда, и он рулит, черти, куда, в левую сторону. Если вы выпиливаете, это незаметно. То есть ее сюда косорокят, это сюда. Но как только вы поставите вот упор, и вам надо будет распилить просто-напросто доску, как на циркулярке просто, отрезать кусок доски. Все, пилу повлакет влево, а доску начнет от упора отжимать вправо. И вот ребята на ютубе показывают, как это нужно делать. Он измеряет, насколько уволокло доску, потом он перекосоротит вот этот упор на столько же сантиметра на два, да, и начнет пилить. Конечно, это геморрой, и это непорядок. Но после такой вот заточки пилы эти ведут себя замечательно. Я потом продемонстрировал, как она пилит дубовую доску на ребро 20 сантиметров толще дуба, а эта ленточка всего лишь там всего 15 миллиметров ширины. То есть она такая полуфигурная, так сказать. Непонятно, что ей делать. То ли прямо пилить, то ли выпиливать, да. Вот, поэтому я и сделал заточное устройство. Так что, друзья, кому надо, я на связи. Вот. Заточное устройство. На фирменных пилах, да? Так, видно тут. Вот тут вот на фирменных пилах есть паз, по которому ходит, значит, столик, ползунок такой с изменяемыми градусами. Ну, я, честно говоря, не в восторге от этого ползунка. Более того, я вообще не понимаю, что им там можно этим ползунком делать. Вот, ну, под градусы пилить есть смысл торцовочной пилой дисковой. Поскольку пилится под градус, все на месте. Наличники, это где-то там, значит, неизвестно где. Лестничный период, собственно, или тоже. А я вместо этого здесь сделал вот такой вот столик, друзья. То есть, вот он, стол из фанеры. И он прикреплен на пакет из трех профилированных труб, одноположее, и делал обнимку пошире. Этим пакетом он входит между двух подшипников. Раз. И там тоже. Оп, зашел. Все, зашел. У вас пила, вдобавок ко всему, превращается еще и в поперечную пилу, если надо. Можно пень сюда положить и отрезать, там обзел. Можно какой-то кусок кривой доски отпилить. Или, допустим, что-то под угол, если он прижать, не пить. Потом кругляк, допустим, в поперек, в поперек кругляк, вообще нельзя пилить от руки. Он провернется, он круглым покатится. Он провернется, и пила заклинит. Где-то тихий ужас. Я пришлось стамеской вырубать хорошую пилу под грузовый кайман. Вот такой, друзья, еще замечательный. У меня есть столик, и я не жалею, что я его сделал. Хорошая вещь. Ну, вот так вот, собственно говоря, я похвастался вам своей. Вы видите, как ее зовут, мою пилу. Ее зовут Ярь. Энергия жизни, свет солнца. Это, собственно говоря, раньше и не было слова энергия в русском языке, было слово Ярь. Это оно самое и есть на нашем участке космоса. Так, что у меня тут дальше с пилами? Пилы мои деревянные. Сделал я это намеренно, так сказать, как концепцию. Какую концепцию? Кому нужна пила? Она нужна столеру. А купить готовую, как говорится, денег нет. Потому что за такую хорошую пилу, вот чтобы она была 40 максимальный пил, чтобы была педаль моментального тормоза, чтобы восстановилась пилорамная лента. Это, я не знаю, минимум 1150 надо отвалить, если вместишься, да. И до 300, по-моему, 60, там джетовская есть. А раньше она вообще 430, по-моему, стоила. Поэтому, значит, столер это лучше водиться с деревяшками, да. И уверяю вас, я переделал в свою жизнь массу станков. Вот просто все, что есть в столярке, это я сделал своими руками. Циркулярки, там эти фуганки, все это там тысячу раз. Рейсмус с автоматической подачей, раскроеченный стол, поперечная пила. Целый обрубатывающий центр деболяса, на котором у меня стояло 5 двигателей. Один делает то, другой это там. Потом у меня был такой станок, параллельно строгольный. Я изобрел вот там такая железная дорога. Вместо шпал ваймы, доску зажимаешь. Каретка поехала, прям 6 метров прострогала. Абсолютная прямая линия из простругивания. Клеишь. И не видно где шоу, как на фирменных склейках. Ну, потом все это, как говорится, стало... Цены упали. На такого рода работу. Все продается шлифованно. Шлифованное, готовое. Вот и пришлось совсем с этим расстаться. К чему я это рассказываю? Однажды я пришел к выводу, что за милую душу станки деревообрабатывающие можно делать деревянными, фанерными. Вот, пожалуйста, вам. Пожалуйста, вам. Центральная стойка. Так, сороковой щит в четверо. Сороковой щит в четверо. И получается 16 на 25 толщины стойка. Совершенно массивная вещь. Вы ничем не согнете. Понимаете, никакой даже вот такой пилорамной ленты, хоть она толщиной 1 на 1. Все прекрасно держит. Задняя стенка, на которой все монтируется, вот сзади, да? Она тоже фанерная. Фанера на сорок, друзья мои. Пожалуйста, и низ там же сделан. Все. Надо опэшечку прикрутить, в смысле пускать. Два шурупчика готовые. А то резьбурия, дырки свелики, гайки там с той стороны лови. Сплошной геморрой. А это все здорово, понимаете, получается. И легко делать, и приятно. Сам-то я токарь-фрезеровщик в одном лице и слесарей на военном заводе работал. Я бы мог делать все это с металла. Ну, уверяю, что она сто лет не надо. Абсолютно. У меня один говорит, а они у тебя недолговечные, они деревянные. Я ему говорю, милый мой, я держал в руках рояль 819 года изготовления. 800, война с Наполеоном. Вы только вдумайтесь, что такое 819 год. А там, ну там, бирочка была, вензеля, там серьезная такая штуковина. И его разбомбили, и на помойку выкинули. А мы с другом подобрали, а мы делали гитары от фирмы, электрогитары по молодости. Приволокли его в сарай. И что вы думаете? Там внутри была конструкция и сосна, и дуб, там брусочки, ну там много всего, да? Они не гнилые и не трухлявые. Они легкие, очень легкие, но они прочные. Им ничего не сделалось за 200 лет. Мы даже отпаривали шпон от него. Казалось бы, что там шпон. Он был весь обклеен палисандровым шпоном. Это такое черное дерево, палисандр, почти черное. И мы его клеили на грифы. Так и по сей день, наверное, уже лет 30 ребята лобают на этих электрогитарах. Вот, значит, что такое. Ну а скрипки с Традивари? Ну а я ему уже лет по 300, наверное. Так они не просто, они же держат натяжение струн на лимовские балалайки. А вот гитара держит натяжение струн в мешок цемента. Так что внутри помещения за это можно не переживать абсолютно. Еще наши внуки будут на нем работать. Ну что тут еще? Жигулевские ступицы. Я бы хотел на них застрять внимание. Не просто жигулевские ступицы, да? А вместе с тормозными дисками. Вот использовать лучше девяточную ступицу. На то у меня копеечные, но там много от нее отрезать. Надо поворотные кулаки вот эти вот или как они там. А в девяточных задних там минимальные переделки, но тормозной диск на нее надо ставить копеечный, то есть классический. Он толще, а у него подходит. Обязательно надо с диском. Понимаете почему? Потому что у вас получается, помимо всего прочего, колесная посадка. То есть вы можете как колесо с машины снимать, ставить, и все без проблем. Ничего не выпрессовывать, никакие подшипники, оси в солидоле не возиться. Потом сзади-то, сзади-то в тормозном диске огромный буртик. Видите, какой огромный, с той стороны 6 сантиметров. Вон где болт прижат. И уже можно не переживать, что она там фанерная, все это ерунда. Главное прижать ее все как следует на таком большом торце флянце. И все. Все работает. Ну вы представляете, что такое ступица. Господи Боже, вот она ленточка, поглядите. 35 шириной. То есть большие 40-е ставить не надо, а вот 35 шириной самое оно. Ну вот. Значит. Жигули, хотел сказать, уже гнили развалились, а ступица как новая. Там у меня сзади сухарики, то есть ключом поддерживать не надо. Задний подшипник подпора. Потом, друзья, о чем я еще не сказал. У меня замечательная система защиты. Вот. А она телескопическая. Почему телескопическая? Потому что при подъеме она-то большая, 40 сантиметров, что она. Она сразу упрется вот сюда, в шкив, вот тут. А то она, значит, идет вверх. А одна ее часть стоит. Вот эта кочережечка ее, опа, ловит. Так, видно, тут. И вверх, 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 вверх пошла. А когда вниз, тут есть такой клычок. Вот она. Вот он идет, идет, идет. Вот если вдруг она, ну она и так опускается, но если вдруг она закусит, она ее щик и дошлет. А тут даже у меня вот эта часть вообще, она еще отодвигается вдобавок ко всему. Сейчас. Оп, оп. Но это я уже перемудрил. Алис, не мешай, я тебе снимаю. Вот она открывается просто как калиточка, и лента сюда внедряется. И здесь тоже такая доска, вот она. Она идет как продолжение дверки. Вот этой вот. И она закрывается, открывается вместе с дверкой, и мы получаем доступ к пильной ленте. Вот там у меня система натяжения металлическая. Само натяжение, естественно. Вот, понимаете, шарики тут у меня кленовые такие, симпотные ручечки такие, с рустиками, приятные просто для глаза и на ощупь. Вот все тут у меня сделано по углу. Система натяжения трехконтурная, то есть само натяжение, сброс натяжения эксцентриком и регулировка наклона вот этого самого шкива. Так, пока мы здесь, ну, естественно, это самое. Естественно, упор вот. Упор. Он нормально ходит. Чик-чик. И ручки зажимаются на квадратной профтрубе. Потом. Вот она, педаль. Ох, а пилочками засыпал я, пока пни пилил. Я уже много перепилил, пилая тоже тупая маленькая. Вот она, педаль. Она вот на такой трубе. Вот она фанерная. Вот концевик. А он закреплен на таком квадратном бруске. А тут идет шпилька на 12. И ты можешь по шпильке поднять и опустить его гайками. Для того, чтобы отрегулировать срабатывание концевика. А здесь такая фанерка. Все, 20-я фанера и петли от двери. И так оп-оп. Оп-оп-оп-оп-оп. А концевик от доски поднимается. Все, и срабатывает. Это очень полезная вещь. Ну, тут у меня вот пылеотсос есть. Ну, вот она. И тут даже такая дверочка специальная. Есть мусорок выгорнуть, если потребуется. Стол нагинается под 45 градусов. Ну, вот. Здесь тоже так шпилька на вылет идет через стойку центральную. Крепится двигатель. И подвешен он тоже из 20-й фанеры. Все усилен там. И эта шпилька регулирует снатяжение ремня. Вот он, пылесос выходит. Вот он, поворот стола. Вот градуировка, нанесенная на фрезерном столе. То есть, не от балды. Тут такие вот поддержилки. Вот она, пожалуйста, вам задняя стенка с 40-й фанеры. Это ж ядрен батон. Вот она, 12 глухарей шурупы. Вот, прикрутил. Все, мертво. Это вам, пожалуйста. Вот, пазик надо прорезать. Да, ну вот вы в металле. Это ж надо фрезерный станок. У меня-то он есть. Ну, а зачем? Вот одной перочкой просверлил. Вот другой. Лобзиком выпилил. Паз готов. Вот он, винтик регулировки с контрагайкой. Контрагайка, она не деревянная. Там вклеена настоящая гайка на полиэфирную смолу в эту деревянную шлюковину. Она оттуда не отлепится, можно не переживать. Это опана. Хопана. И так вот шлеп сюда. Тут такая защелочка такая фанерная. Все. Все отлично действует. Вот, шлеп. Все. Вот, ручечка. А сам этот эксцентрик, который снимает и натягивает, он сделан из Логана. От Логана, от Рено, ролик. Натяжной. Там один из них есть с эксцентриком. Так. Ну, здесь все точно так же. Две родные сестрички под названием Ярь-1 и Ярь-2. Вот он столик. Вот он, видите, тут два подшипничка. Тоже на фанере на 20-й вот с такой проставочкой сделано. Обнимают. И туда они, опа, и держат вот ту среднюю, среднюю профструбу. Но варить надо через вот эти вот отверстия электродом. Чтобы здесь не насрать нигде сваркой. Там они же соприкасаются с подшипниками. Ну вот, друзья. Наверное, я похвастался своими пилами. Что еще не рассказал. Может быть, кто спросит. А я вспомню. Так. Так, 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 так. Значит, последнее слово. Хочу сказать. Ну, оператора нет, понимаете. Самому приходится все делать. Ну, я привык вообще все по жизни делать сам. Удачи, друзья. Творческих успехов. Ну, вот. Делайте, дерзайте. Не ленитесь. Говорят, что там время ушло. А ЧПУ. Все это херня. Время не ушло. И не уйдет. Иначе мы превратимся просто ни во что. Мастера скоро исчезнут. Понимаете. Все будем ходить туда вон. В торговой сети к ним работать. И обратно к ним бабки туда относить. Русские не сдаются. Как говорится, включай, ярь. Да. Да наяривай. А вы что подумали? Ха-ха-ха.